МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс итоговая информационная программа 7 дней. Сегодня вы увидите. Барановичские хлеборобы намолотили 100 тысяч тонн зерна. Убрано 52% площадей. Урожайность самая высокая в области – 52 центни раз гектара. Профессиональный праздник отметит в эти выходные белорусские строители. Барановичский строительный трест номер 25 за первые 6 месяцев сдал в эксплуатацию 4 жилых дома и сработал с прибылью в 4,5 миллиарда рублей. Перекресток улиц Домейка, 50-летовый ЛКСМ, закрыт на реконструкцию. Работы продлятся до конца августа, и уже в сентябре этот участок дороги будет введен в эксплуатацию. Возвращение ребенка в семью – это всегда праздник и важное событие не только для государственных органов, стоящих на страже безопасного детства, но и для родителей, которые решили поменять свою жизнь во благо семьи и благополучия детей. Кухонный и спальный текстиль, комплекты постельного белья из бязи, поплины и сатина, а также подушки, одеяло, пледы и многое другое можно найти в новом магазине «Блокит», который открылся в кинотеатре «Октябрь». А теперь о бойцах и других темах подробнее. В Ирановичском районе продолжается жатва. Аграрию убрали 52% посевных площадей, а это 18 тысяч гектаров. Сегодня район перешагнул 100-тысячный рубеж по намолоту зерновых культур. Жаркая и сухая погода позволяет убирать быстро. Закончить уборку хлеба в районе планируют. Через неделю тему продолжит Елена Громадская. Легкого хлеба не бывает. За рекордными намолотами стоит ежедневный и напряженный труд тысяч тружеников Барановичского района. В этом году в регионе самый увесистый каравай и самая высокая урожайность в области – 52 центнера с гектара. Хлеб есть, надо убрать, вот скажу откровенно. Я вначале, когда мы начинали уборку, тоже говорил, хлеб хороший. Ну, 100 тысяч для Барановичского района, это уже лет 5-6 назад Барановичский район молотил. Вот эти, ну, конечно, мы вот второй год держим урожайность, 50, вот на сегодня 54 центнера с гектара у нас. Думаю, что где-то сохраним эту урожайность, там будут зернобобовые, к концу уборки, вот, если все нормально, погодные условия. А для этого надо стараться, вот, всем, чтобы убрать хлеб ближайший, нам отведено Богом, природой, вот, неделя времени убрать хлеб. Не дай Бог, что-то сорвется, этот хлеб просто загубит. Нам, ну, просто будет это для нас и стыдно, и непозволительно. Хлеб надо быстро убрать, приложить все. Поэтому и комбайны работают, и комбайнеры, все заинтересованы, потому что это и зарплата, и достаток людей. Ну, а руководители, в первую очередь, это, конечно, убрать быстро хлеб, убрать с полей для того, чтобы мы сегодня могли себя хорошо чувствовать. 7 августа был преодолен и символичный рубеж в 100 тысяч тонн. Буквально на минуту остановились комбайны. Председателю Барановского райисполкома вручили символичный сноб нового урожая и каравай. Работа, в первую очередь, кадров, технология, в первую очередь, только технология. А второе, конечно, у нас, слава Богу, у нас дожди проходили, природа нас не обидела в этом году. Конечно, это тоже немаловажный факт, но, тем не менее, технология. Сегодня надо готовиться к урожаю уже следующего года, к посевной, и очень серьезно готовиться к посевной, потому что уже завтра надо сеять рапсы, завтра надо сеять зерно, закладывать урожай следующего года. Поэтому осень, работ 8, поэтому и солому убирать надо, и готовить поля, и поспашка. То есть есть много вопросов, закупка минеральных удобрений под полную заправку. Конечно, мы будем ставить задачу сегодня, мы больше будем уходить на выращивание пшеницы, азимового рапса, к сожалению, в этом году азимовый рапс. Сегодня в районе убрано 18 тысяч гектаров, это 52% посевов. Среди лидеров жатвы СПК Крошин, здесь собирают 70 сантиметров с гектара. Жатва – время личных рекордов для хлеборобов. Среди лидеров – экипаж Игоря Гаврика. Вообще, по счету, это 10-я моя уборочная компания. 5 лет я работал помощником, набирался опыта, и теперь мне дали наш билорусский комбайн, и уже 5-й сезон я работаю сам на этой технике. Она меня вполне устраивает. Не подводит, все нормально. И следим за ней, чтобы все было аккуратно, где подремонтировать, где что, считая всю уборку, чтобы прошло все успешно, без поломок, без простоя, без ничего. В этом году хлеб, можно сказать, отличный. Такой урожай лучше даже, чем в прошлом году. Получаем в среднем по 70 сантиметров на круг хозяйства. Довольно неплохой результат. Радуешься, что такой хлеб есть, вырастили, убирать его приятно. Если для Игоря Гаврика это уже 10-я уборочная страда, то его напарник Игорь Бубин, формовщик завода железобетонных изделий, впервые в поле. У меня вообще по счету это первое. Я вообще тружусь на заводе. Вот решил помочь, собственно, как бы колхозу на уборке. Вот решил прийти на время отпуска. Ну, трудновато, жарковато, но ничего, справимся. Вместе с экипажем работает и водитель Евгений Бурец, который не дает простаивать, вовремя отвозит зерно. Прямо в поле лидерам жатвы вручили подарки Троисполкома районного комитета БРСМ и профсоюза работников агропромышленного комплекса. Урожай в этом году выдался хороший. И если темпы не сбавлять, то к финише уборки район подойдет с высокими результатами. В первую очередь с людям, которые работают на этой земле. В первую очередь. Потом технология и погода, природа. Вот и все. Три составляющие. Ну, главное люди. Я думаю, что мы должны стремиться. У нас отдельное хозяйство сегодня. Вот Крошин сегодня получает 70 центнеров. Самый высокий урожай. У нас 4 хозяйства, 60 центнеров. У нас нет сегодня одно хозяйство, которое ниже 40. И то, это южная сторона, утес. Понятно. Зареченская, о которой много говорили. Вот половину убрал, 42 центнера пока. Это для него урожай, конечно. Ну, земля там неплохая, но поработали, технологии. Вложили немножко хотя бы то, что... Ну, отнеслись, как положено. Получили результат. Совсем скоро аграрии района начнут работать на урожай будущего года. Трудолюбие и слаженный труд соблюдения агрономических приемов позволили хлеборубам района в очередной раз получить весомый каравай. Уважаемые зрители, в связи с установившейся аномально жаркой погодой, массовым разбором воды для хозяйственно-бытовых целей и полива, предприятиям «Водоканал» были приняты меры по увеличению объемов подачи воды в систему водоснабжения города. Эти факторы могут привести ко временному изменению качества воды в системе водоснабжения некоторых районов города. Предприятие «Водоканал» просит вас с пониманием отнестись к возникшей ситуации и по возникающим вопросам обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 42 25 31. Предприятие «Водоканал» заранее приносит извинения за возможные изменения качества воды. Объем подрядных работ в строительстве на Обрещене за минувший год составил 11 трлн 285 млрд рублей. С прибылью в 4,5 млрд за первое полугодие 2015 года сработал Барановичский строительный трест номер 25. О том, как обстоят дела в сфере строительства в нашем городе, какие объекты планируют создать в эксплуатацию в текущем году и почему востребована эта профессия выяснила наша съемочная группа. Строитель – одна из древнейших профессий секреты строительного ремесла накапливались веками, бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Сегодня профессия строителя массовая и востребованная, а ее представители пользуются стабильным спросом на рынке труда. Барановичский строительный трест номер 25 существует не один десяток лет. Именно сотрудникам треста город и район обязан появлением многих школ и детских садов, больниц, домов культуры и жилых домов. Именно строители 25-го треста построили один из крупнейших не только на территории Советского Союза, но и всей Европы хлопчатобумажный комбинат. У нас сейчас работает более двух тысяч человек. И уже такая численность на протяжении последних пяти-шести лет у нас сохраняется. И даже вот в это непростое время, руководством общества делается все для того, чтобы сохранить коллектив. То есть наученные горьким опытом предыдущих уменьшения объемов, когда вот в конце 90-х, начало 2000-х годов тоже был спад по строительству. И из двух с половиной тысяч строителей в тресте более тысячи уехали за пределы. То есть покинули трест и уехали в Россию на заработки. Потом, когда объемы возросли, пришлось восстанавливать численность до 2000, где-то в течение пяти лет мы восстанавливали эту численность. Поэтому сейчас принимаются все меры, чтобы коллектив сохранить. Свой профессиональный праздник белорусские строители традиционно отмечают во второе воскресенье августа. Плавающая дата для празднования этого дня была выбрана не случайно. Летом приходится основной пик строительных работ и воскресенье, пожалуй, единственный день недели, который строители могут посвятить отдыху. Конечно, строительство немножко такой, типа сезонный вид работ, потому что зимой сложновато строить, земля замерзает, морозы, это накладывает определенные сложности. И обычно в начало года немножко темпы всегда меньше, потому что пока определится финансирование, каких объектов будет. И поэтому основной пик строительства приходится вот начиная с мая месяц, апрель, май и до конца года. И даже вот уже наступают холода, обычно ноябрь, декабрь, темпы не снижаются, потому что объекты все надо сдать к концу года, к новому году. Эта профессия требует к себе ответственного подхода. Некачественно выполненная работа или допущенные при строительстве ошибки могут обернуться негативными последствиями. Какие качества должны быть у строителя? Конечно, это прежде всего здоровье, потому что работа в любых погодных условиях, это и дождь, ветер, мороз. Строители строят крыши, над головой нет, и все это возводится руками строителей. Ну, должна быть, конечно, смелость, потому что это надо быть и на высоте, это надо и при монтаже конструкции принимать какие-то смелые решения. То есть человек должен быть здоровым, смелым, одержимым. Но самое главное, чтобы эта профессия нравилась человеку, который эту работу делает. География работ, проводимых строительным трестом, достаточно велика. Подрядные работы специалисты организации ведут как в черте города, так и за его пределами. Строительство белорусской атомной электростанции, свинокомплекса на 110 голов в районном центре Воложин, торгового центра «Корона» в Северном микрорайоне и многие другие объекты – дело рук строителей треста номер 25. Несмотря на все нюансы профессии, работа строителя остается одной из самых востребованных в мире. В стройтресте существует определенная переемственность поколений. Любовь к работе здесь нередко передается от отца к сыну. Профессия строителя сложная, но очень такая захватывающая и увлекающая. И поэтому у нас многие работники, которые долго работают в организации, конечно же, привлекают и своих сыновей, дочерей. Поэтому у нас в обществе много работает династий. Вот могу назвать такие династии, как Лешкевичей, Олешко, Романчуков, Каминских, где и целые семьи работают, и их дети уже начинают работать у нас в организации. Я закончил Брестский университет, так как отец работал в строительной отрасли и все его братья родные тоже, то меня судьба заставила связать свою судьбу с Трестом. И вот уже 10 лет здесь почти работаю. Я к работе отношусь серьезно, что работа, мне кажется, не должна нравиться. Я занимаюсь своим делом. Приятно видеть плоды своей работы в том, что мы с каждым годом строим что-то новое, переезжаем на новые места и потом, проезжая мимо наших новостроек, видим приятный свет в новых окнах. Отучился по распределению, попал в СУ-145, вот работаю здесь 44-й год, 72-го года. Но мы приехали вместе с женой сюда, поэтому она ушла на пенсию раньше, но после сын выбрал нашу профессию, ну, может быть, где-то по подсказке, по протеже. Окончил Брестский институт, тоже по направлению приехал стройтрест, вот трудится в 111-м прорабом. Ну, понимаете, столько лет, я никакую не поменял бы. Привык, ну, интересно, где-то есть трудности, но вообще интересная профессия. Ну, чем где-то торговать на базаре, то, мне кажется, здесь пользы больше приносишь. Ну и так, интересная профессия. За шесть месяцев текущего года стройтрест номер 25 сработал с прибылью в 4,5 миллиарда рублей, но заместитель генерального директора по идеологии и социальным вопросам Геннадий Михайлович Горбунов уверен, что самые лучшие времена ожидают организацию впереди. В канун праздника он желает коллегам всего самого наилучшего. Ну, что хочется пожелать всем строителям? Конечно же, в первую очередь здоровья, так как я говорил, что это необходимые условия для работы строителей. Ну, и в это непростое время хочется пожелать того, чтобы было как можно больше объема, чтобы было больше работы, чтобы строители, как и всегда привыкли, работали не повольно или, как говорится, свободно, а всегда вот в этот горячий период напряженно, самоотверженно. То есть строили, была работа, была зарплата. Хочется пожелать всем строителям и их семьям здоровья, благополучия, счастья, достатка, всего самого хорошего. Ведь эта профессия одна из самых лучших. Перекресток улиц Домейка 50 лет в ЛКСМ закрыт на реконструкцию. Для объезда дорожная служба рекомендует автомобилистам использовать улицы Профессиональную и Чернышевского. Работы продлятся до конца августа и уже в сентябре. Этот участок дороги будет введен в эксплуатацию. Закрытие этой дороги наделало немало шума среди горожан. В связи с проводимыми на перекрестке ремонтными работами движение по новой улице 50 лет в ЛКСМ, а также по улице Морфицкого и Журавлевича, часть бывшей загородней, было перекрыто. Для объезда в черте города дорожная служба рекомендует водителям использовать улицы Чернышевского и Профессиональную. А вот выехать на трассу Н-274, дорога на Утес, можно только по грунтовым дорогам через Узноги и городские очистные сооружения. По ситуации в дорогах Боровка хочу пояснить следующее. Транспортная схема была разработана согласно генплана и постепенно притворяется в жизнь. Согласно проекту запроектировано, что улица загородняя становится тупиковой, а выезд из города за его пределами будут осуществляться с улицы Домейка и с улицы 50 лет в ЛКСМ. Эти работы были начаты, но если улица Домейка года три тому назад уже начало строительство и она уже практически закончена, кроме вот этого перекрестка, то улица 50 лет в ЛКСМ, значит, основные работы делались в 2014 году. И тоже был выполнен большой объем работ, и для того, чтобы завершить эти работы, сейчас запланировано их окончание и открытие движения. Поэтому согласно планам нашим и планам финансирования УКСМ, вот этот перекресток улиц Домейка и 50 лет в ЛКСМ будет закончен по августу месяцу и с первых чисел сентября будет открыто движение. С появлением микрорайона Боровки многие улицы в этой части города были отреставрированы и переименованы. Так, например, в свое время вторая часть улицы Загородней была названа в честь погибших в польском городе городами барановических летчиков Александра Морфицкого и Александра Журавлевича. По новому проекту эта улица станет тупиковой, а основной поток машин будет направлен как раз на улицу Домейка и 50 лет в ЛКСМ. Нам сложно строителям судить, какими руководствовались решениями проектировщики, но если так разумно посмотреть, то улица 50 лет в ЛКСМ, это широкая, хорошая улица с многорядным движением, а улица Загородняя получилась улицей, на которой очень близко подходят дома строящиеся и с этой улицы запланирован подъезд к этим домам, стоянки, то есть два выезда из города, наверное, не имеет смысла и в принципе чуть-чуть дальше придется проехать, допустим, с улицы 50 лет в СССР до улицы 50 лет в ЛКСМ, повернуть направо и можно выезжать из города. То есть в принципе, я считаю, это разумное решение. Работы по строительству улицы 50 лет в ЛКСМ начались в прошлом году. Чуть больше двух лет ведется строительство проезжей части по улице Домейка. Сегодня строительные работы находятся на своей завершающей стадии и уже к сентябрю движение в этой части города будет открыто. Кухонные и спальные текстиль, комплекты постельного белья из бязи, поплина и сатина, а также подушки, одеяло, пледы и многое другое можно найти в новом магазине «Блокит», который открылся в кинотеатре «Октябрь». Магазин будет работать без перерыва на обед 7 дней в неделю с 10 до 20 часов. Фирменная продукция Барановичского хлопчатобумажного объединения широко известна не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Уже более 10 лет товары под маркой «Блокит» радуют покупателей своим качеством, внешним видом и, конечно же, ценой. До недавнего времени приобрести продукцию этой торговой марки в нашем городе можно было только в одном месте. Первый фирменный магазин представительства БПХО был открыт в непосредственной близости к предприятию в поселке Текстильный. Для удобства покупателей второй магазин «Блокит» был открыт уже в центре города. Магазин мы открыли в самом центре города, чтобы все жители, туристы, кто приезжает в наш город, могли увидеть наш магазин, узнать нашу продукцию поближе, попробовать ее. Она известна не только у нас в Республике Белоруси, но и за пределами. Многие специально ради этого приезжают сюда. Чтобы не надо было ездить куда-то на окраину, в самом центре можно выбрать сатиновые, бязевые, поплиновые комплекты, купить их по самым низким ценам, самого лучшего качества. Это второй в городе магазин. Всего у нас в Республике 10 магазинов. До конца года планируем открыть еще два магазина. Это в городе Минске, скорее всего, будет два магазина, и один в Гродно. Открытие фирменного магазина в кинотеатре «Октябрь» проходило в торжественной обстановке. Для горожан выступили танцевальные и музыкальные коллективы, после чего право перерезать красную ленту было предоставлено первому заместителю председателя горосполкома Наталье Феторовой и директору по продажам ППХО Сергею Куксе, который уверен, что магазин станет настоящим украшением города. Мы надеемся, что этот магазин понравится, будет украшение нашего города, будет как визитная карточка нашего города, потому что предприятие городообразующее. Я считаю, что такой магазин должен был быть в самом центре города. Надеемся, будет хорошо реализовываться наша продукция и радовать наших покупателей. На 60 квадратных метрах представлен практически весь ассортимент фирменной продукции Барановичского хлопчатобумажного объединения, комплекты столового белья и большой выбор комплектов постельного белья из бязи, сатина и поплина. Кроме фирменной продукции, «Блокит» предлагает своим покупателям ассортимент других производителей – махровые полотенца, пледы, одеяла и подушки, продукция реческого текстиля, оршанского льнокомбината и могилевского предприятия «Моготекс». Для удобства покупателей, открывшийся в кинотеатре «Октябрь» магазин «Блокит» будет работать 7 дней в неделю, без перерыва на обед с 10 до 20 часов. А теперь напомним о других событиях этой недели. Эффективность деятельности органов исполнительной власти за первое полугодие и работа Совета депутатов в решении вопроса жизнеобеспечения барановичан – эти вопросы обсуждали на городском активе. Во втором полугодии необходимо сосредоточиться на выполнении всех прогнозных показателей, пополнении доходной части бюджета и оптимизации расходов в работе со снижением убыточности, на энергосбережении и дальнейшем решении социальных вопросов. В Барановичах сформированы 68 участков для голосования у жителей города, есть еще возможность поучаствовать в выдвижении кандидатов президента Беларуси. Первые подписные листы от инициативных групп поступили в городскую комиссию по выборам. Жатва продолжает набирать темпы, и успехи не заставили себя долго ждать. Первыми в Барановичском районе тысячи тонн зерна намолотили комбайнеры филиала «Заря» птицефабрики «Дружба», а первыми на отвозке зерна стали водители СПК «Бересни». Передовиков руководство района поздравило прямо в поле. Тиражом 30 экземпляров вышла в свет вторая книга варановичского автора «Инвалида по зрению» Олега Симашко. В новом издании читатели вновь ждут автобиографичные рассказы о своей жизни и советы между строк о том, как сохранить семейное счастье и почему разводиться нельзя. 61-я истребительная авиационная база встретила очередное пополнение, а на этот раз в ряды военнослужащих вступило 15 молодых офицеров, в том числе и две девушки, о том, как встретили выпускников военных вузов в нашем следующем сюжете. Во все времена эта профессия выделялась на фоне остальных. Родину защищать в мирное время для людей далеких от службы в армии – это скорее крылатое выражение, сказанное для красного словца. Между тем, и в невоенное время армия выполняет главную возложенную на нее функцию – готовность защищать родную страну. Видимо, именно поэтому профессия военного – одна из самых престижных не только в нашей стране, но и во всем мире. Ежегодно военные факультеты Беларуси выпускают сотни военнослужащих. 61-я истребительная авиационная база в наступившем году приняла 40 офицеров. 15 из них вступили в ряды военнослужащих на минувшей неделе. Решение я принял совместно. Мы ребятами в классе, все вместе, практически за редким исключением, решили поступать в военную академию. К сожалению, не все прошли. Я прошел. На авиационный факультет я хотел поступать давно. У меня двоевоерудный брат поступал, советовал именно авиационные направления. В принципе, я не пожалел, что я выбрал данную профессию. И данный вид войск считается элитным и очень престижным видом войск. Примечательно, что в этом году в числе новоприбывших есть и представительницы прекрасного пола. Анна Андреева назначена на должность старшего техника группы регламента и ремонта батальона технического обеспечения. В первый день это было, конечно, страшно, с одной стороны, потому что одно дело академии, другое дело здесь. Это уже совершенно разные вещи, совершенно по-другому все воспринимается. Но ничего, старшие помогают, объясняют, рассказывают. Поэтому, в принципе, так тоже тяжело. Я думаю, что каждый военнослужащий, каждый лиценд мечтает стать генералом. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, главное стать и быть хорошим специалистом. Это самое главное, особенно в авиации, потому что все-таки это люди в небе, а не на земле. Поэтому надо стать хорошим специалистом, в первую очередь. Остальное уже все потом. После построения, на котором молодых офицеров представили личному составу, экскурсию в музей первого героя Белоруссии Владимира Корвата, для них провела исполняющая обязанности заместителя командира по идеологической работе Ирина Жаркова. Молодым офицерам присуща дисциплинированность, исполнительность, энергичность, старательность, но, конечно же, доверие командирам. Они очень стремятся к самостоятельности и самоутверждению. У них присуще персональное чистое любие, развитое чувство собственного достоинства. Ну, конечно же, ответственность за порученное дело. Однако же, что хочется сказать, они имеют малый жизненный и служебный опыт. Еще слабые профессиональные навыки. Иногда они могут допускать ошибки в начальный период своей службы. И для этого, конечно же, за ними закрепили самых лучших офицеров нашей части. Для закрепления, в первую очередь, технических знаний, которые они приобрели в военной академии. И, как говорится, заодно авиации просто их поставить на крылом. И мы, конечно, рассчитываем на их энергию и инициативу стремленности и достойный вклад в общее крепление безопасности нашей Родины. По окончании экскурсии новоприбывшие офицеры разошлись по рабочим местам. Владимир Мацкевич попал в воинскую часть по распределению. Уже несколько дней он исполняет обязанности начальника продовольственной службы тыла. В 61-ю авиационную базу я попал по своему распределению. О своем распределении я вообще ни капельки не жалею. Я всегда хотел попасть в авиационную часть. Там служить мне нравится специфика, мне нравится все, что связано с авиацией. Свои обязанности я выполняю на службе четвертый день. В принципе, всем доволен. Место очень хорошее. Учиться было... Ну, учился четыре года. Учиться было сложно, но на то же время интересно. Служба тоже моя очень интересная, разнообразная. Свой выбор, свое решение вообще завязать карьеру военного. Это было сделано самостоятельно. Личный состав авиационной базы пополняется трижды в год. Только за первые семь месяцев этого года в воинскую часть прибыло 40 офицеров. Всего в 61-й истребительной авиационной базе состоит на службе 816 военнослужащих, из которых 338 человек – офицеры. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Эти слова знаменитого классика еще недавно могли относиться к героям следующего сюжета. Однако они твердо решили, их жизни не будет такой, как раньше. Семейный праздник под названием «Мир в семье всего дороже» собрал в Доме культуры агрогородка Жемчужный 9 семей, среди которых дети и родители-воспитатели детских домов семейного типа. Приемные родители, родители и несовершеннолетние, дети которых находятся в социально опасном положении, нуждающиеся в государственной защите. Такие встречи стали уже доброй традицией. Они провозятся среди семей причиной несчастья, в которых стало алкоголь и очень помогают в работе с неблагополучными семьями, признаются специалисты социально-педагогического центра с детским приютом. Встреча организована для того, чтобы была возможность пообщаться в такой более свободной обстановке, поиграть вместе, ну как-то весело провести время. Это очень важно, потому что вот сегодня, например, у нас присутствует семья на празднике, в которой детки воспитываются сейчас в приемной семье, и у них нету такой возможности часто с ними видеться. Детки очень маленькие, еще до трех лет. И, конечно, ну как это словами писать, насколько это важно для них, когда они сидят сейчас на руках у родителей. Конечно, важно. По итогам полугодия, прошедшего полугодия, неблагополучных семей на районе всего у нас 66, в которых воспитывается более 150 детей. Но это то, что касается категории неблагополучных. За полугодие признано нуждающимися в государственной защите 9 детей, 7 родителей. То есть, хочу пояснить, что градация неблагополучной семьи и детей, признанных нуждающимися в госзащите, различие в том, что дети, которые признаются нуждающимися в госзащите, отбираются из семей сроком на полгода. И тогда уже с родителями работают все субъекты профилактики на то, чтобы дети по истечении этого полугода вернулись в семью. С неблагополучными семьями ситуация обстоит намного проще, потому что дети остаются в семье, работают с ними и школы, и сельсоветы, и комиссии, все заинтересованы также структурой. Гости праздника проявили креативность, находчивость и смелость, танцевали, пели, участвовали в конкурсах и веселились. Это дало им возможность вновь окунуться в атмосферу нормальной семейной жизни. Силами родителей было организовано чаепитие со сладким угощением. Программу вечера украсили выступления творческих коллективов Дома культуры. Самым трогательным моментом стало вручение семье Храминых постановления комиссии по делам несовершеннолетних об отмене решения о признании их детей нуждающимися в государственной защите. Счастливая мама Екатерина отправилась домой вместе со своими девочками. Всего за два с половиной месяца она сделала все возможное, чтобы дети вернулись в семью. Сейчас здесь все по-другому. Мама показала себя с положительной стороны, только с положительной стороны. Она очень старалась, она максимально приложила все усилия. Она умница, она выполнила все полностью пункты плана, она старалась, она всегда спрашивала, что-то может быть еще надо, как мне еще быстрее сделать так, чтобы дети вернулись домой. И вот сегодня состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором принято было решение вернуть детей в семью. То есть даже не прошло полгода. За два с половиной месяца Екатерина Викторовна сделала все возможное, чтобы дети вернулись в семью. Для меня на сегодняшний день самое главное – это дети. То есть для детей готовы идти на все и ради них жить и преодолевать все эти трудности, с которыми я столкнулась, которые я прошла. Семейный праздник «Мир в семье всего дороже» прошел в рамках белорусско-голландского проекта «Дом там, где сердце», которое реализуется в пяти регионах республики. Барановичский район – единственный участник на Брещене. У каждой семьи, присутствующей на мероприятии, разная судьба, но объединяет их одно – дети. И именно от решения родителей зависит, когда они вернутся домой. Для некоторых этот праздник уже стал отправной точкой новой жизни. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире.